всем привет всем здравствуйте сегодня прямой эфир на имя киша word с катя мирошниченко до сегодня я с вами здесь они на своем личном аккаунте и сегодня у нас классная тема как раз впереди у нас лето уже можно начинать делать объемные дизайны например лепку сегодня мы будем лепить с вами по трафаретам это моя любимая тема потому что это очень сильно облегчает задачу девочкам кто например очень плохо видит композицию лепестков потому что до цветы сегодня будут цветы потому что если лепку делать то в лепке лучше всего именно смотрится тема флористики сегодня за основу я беру soulful morning это новая коллекция локомотивная основная весна-лето я хожу просто кайфую наслаждаюсь у меня на ногах оттенок тифани на руках у меня желтый перед этим я уже отходила целый месяц с голубым цветом так я забыла выкраску сейчас я выкраску возьму у меня вчера были очень классные съемки и столько красоты я отсняла со своим новым маникюром сейчас я выкраску возьму секундочку сейчас цвета смотрим вот я уже желтеньким от сейчас хожу голубенький попробовала на ногах у меня роскошный бирюзовый слушайте как красиво смотрится на ногах просто восхитительный цвет для ног чем лепить будем сегодня пластилином сегодня лепим пластилином так давайте кто пропустил коллекцию весна-лето в этом году она у нас светлая нежная пастельная прям восхитительно оттенки прям вот прям вкусняшки кто кстати не видел мой маникюр тоже объемный тоже флористика но техника чуть-чуть другая кто кстати пропустил эфир с этим эфиром с этой техникой вот этот типс я показывала в среду если что идите на мой аккаунт там эфир уже выложен я показывала прям последовательно последовательность как я его делала кстати очень быстрый дизайн на самом деле очень быстрая техника nail crust а в данном случае потому что здесь нет патинирования здесь нет сложных орнаментов и по факту делается очень быстро и просто так ну а мы сегодня с вами лепим лепим какой фон возьмем давайте наверное градиент когда смотришь на пастельную коллекцию конечно сразу же хочется первым делом это сделать градиент это сделать градиент soulful мунинг так давайте градиент мы сделаем да наверно желтенький возьмем желтенький и давайте сиреневый еще вот эти два цвета и сочетание этих двух цветов летом будет прям тренд поэтому если любите такую гамму смотрите вот что-то такое оттенок баттер да такой желто маслянистый и очень светлая лаванда они вдвоем например шорты лавандовый топик светлое такое вот нежное что-то такое солнечное или желтое платье сумочка лавандовая или лодочки сандали лавандовые очень модное сочетание именно вот в таком сочетании чаще всего на подиуме у нас встречаются собранная капсула хотя конечно и тотал последние несколько сезонов очень модно если например оттенок вам нравится то вы делаете его тотал да вы вверх-вниз все в одном цвете даже обувь того же цвета какие-то аксессуары когда вот идет прям вот тотал потому что например тотал вот такая пастель желтенькая тоже очень много встречаются если посмотреть компейн и компании по одежде показы мод посмотреть так ладно я отвлеклась ушла в моду берем кисть для градиента берем влажную салфетку так кой сделай пожалуйста потише мне мешает не могу я отвлекаюсь так ну давайте первый цвет сделаем желтый лепка у нас будет сейчас я не решила возможно розовый оттенок мы сейчас намешаем кто давно не смотрел мою лепку сейчас увидите что я не использую готовые пластилины я их намешиваю сейчас посмотрите с чем я мешаю красивые оттенки в пластилине для этого не обязательно иметь большой ассортимент пластилина красивое сочетание константин я тебе предлагаете гулять твой анжел уже наверное пришел да уже время быстро прошло иди за и уж погуляй починим вечером так смотрите у нас желтенький переходит в лаван константин я работаю смотри за только я тебя хвалила говорила блин какой мальчик так кайфово что он у меня в школу не ходит я его забрала со школы он просто мамочку с утра до вечера вдохновляет от их прям вот кричишь так сильно так сделали видите когда мы желтый смешиваем с лавандом у нас получается красивый такой бежевый оттенок вообще если вам вдруг нужен какой-то нюдовый цвет это вот вам лайфхак кустих лайфхак берете пастельный желтый берете пастельные лаванды вы смешиваете и получается офигенный цвет нюда вот поэтому кому нравится мешать колеровать гель-лаки сочинять самим цвета вот при помощи пастельного желтого и пастельного лавандового получается очень красивый нюдовый оттенок но опять же зависимости от потона какой наш в желтом и какой потом в сирене вам будет получаться нюдовый оттенок вот попробуйте обязательно и второй слой снова желтенький и снова лавандовый этот моего держателя и снова лавандовый да наверное липку мы будем точно делать с вами светло-розовый будет очень хорошо сочетаться так я все время кисть протирая влажную салфетку тогда на ней нет мусора мусор он бесконечно мешает градиенту вот и у меня видите коврик чистый либо можно там взять например стекло палитры и вот так кисть чуть-чуть расправлять чтобы она торчала сильнее опять влажная салфетка расправили кисть и еще разочек так сделали суши предлагаю чтобы цветы интереснее смотрелись мы сейчас сделаем небольшие разводы на поверхности так и возьмем зелененький какой-нибудь гель-лак какой я возьму в этой коллекции классный зеленый кстати from down to dusk кому этим летом хочется яркости прям очень рекомендую эту коллекцию кайфовая яркая сочная так и прям вот мне хочется разводе как добавить и потом только мы сделаем уже стемпинг подложку для лепки так возьмем зелененький так возьмем топ слайдер топ слайдер и база классическая но опять же с база не обязательно смешивать просто тогда быстрее течет сейчас мы сделаем только видите фон самом деле чем сложнее фон тем меньше требуется дизайна потому что фон уже выглядим достаточно таким элементом дизайна закончена и как правило не обязательно делать там кучу элементов в этом случае чуть-чуть фона добавим просто разводики все в лампу кладем суши стемпинг теперь делаем под фоновочку под нашу лепку так лепить кстати я приготовила два пластилина опять будем рассуждать на тему каким же пластилином удобнее лепить так но это чуть попозже так стемпинг вот она моя пластина больше всего трафаретных цветов на пластине которая выходила у нас тоже это весной предлагаю сделать розу да давайте вот эту розочку слепим фон для стемпинга тоже можно сделать что-нибудь такой вот коричневое коричневатое сероватое возьмем просто белый гель-лак ой белый лак для стемпинга возьмем черный лак для стемпинга перед тем как делать стемпинг я как всегда избавлюсь от дисперсионки при помощи т-класса опять же это не обязательно делать вы видели вот кто смотрел эфир с моим маникюром на моем аккаунте самом деле когда торопишься и спешишь в принципе можно отпечатать даже на такую очень сухую дисперсию при этом не обязательно обезжиривать вот но я чтобы сейчас не было сюрпризов все-таки нанесу тут без липкости спокойно сделаю стемпинг мы белый с черным смешаю что получился такой знаете какой-то нейтральный серый цвет лака чтобы это сильно не бросалось в глаза что нам нужен контур но не ярко выраженный контур мы просто себе чуть-чуть поможем облегчим себе задачу да потому что не все видят композицию лепестков тем более вот таких сложных как цветов розы до так и штампик все приготовили лепка делается в самом конце так ну лак это такие товарищи что они у нас сохнут очень быстро поэтому если нужен какой-то конкретный лак нужно очень быстро работать то что пока смешаете пока отпечатаете сушим на воздухе сушим и теперь мы сделаем подмалевок если я решила делать розовую лепку да мы сейчас возьмем какой-нибудь розовый гель-лак потемнее тоном чем будет будущая лепка например какой-нибудь цвет мадженты бордовая можно взять а слушайте можно даже не розовый взять да а вот такое что-нибудь ягодная до приглушенный цвет разбавим его любым топом базы что есть под рукой чтобы такой вот эффект прозрачности появился тонируем опять же тонируем аккуратно чтобы контур был виден так я листики тоже добавлю просто на темном фоне интереснее смотрится потом лепка и лепим да можно я знаете почему сейчас импаста не работаю девочки импаста очень портит подушечку я вот эту подушечку за прошлый месяц видите уже загубила то у меня любимый штампик был и у меня был такой период и что-то прям а я наилкруст вам бесконечно показывала импаста и вот кто помнит я этим каштаном работала все время наилкруст показывала каштаном и нет бы взять штампик который дешевый недорогой я взяла вот этот дорогой испортила и все я поняла мне что-то осталось две недели через две недели я уже в россию окончательно возвращаюсь и у меня нет нормального штампика я боюсь что я просто сейчас вот этот испорчу и все поэтому я сейчас пока временно импаста не работаю потому что мне нужно какой-нибудь дешевый штампик ненужный купить потому что блин импаста даже если ты бережешь сушишь в лампе полимеризуешь не обезжириваешь подушечку все равно дисперсия от гель-лаков дисперсия от эмпасты дисперсия от геля она все равно эту подушечку разъедает вот так все перекрываем финишем предлагаю сделать матовый круто смотрится лепка именно на матовом фоне но видите он и nail cruise тоже классно видите смотрится именно на матовом фоне делаем матовый ой давайте чуть без наклеечек что ли наклеим да очень хорошечное шермикончик добавим сейчас мы там где-то у нас там были такие классные слова нежные сейчас секундочку девочки чтобы у нас пусто не было так сейчас я найду свои любимые шермикончики ладно что-то я туда их задевала возьму другие любимые кстати какие у меня любым любимые вот с этими смешными словами они кстати есть в базовом ассортименте если что их прям много и прям попросила заказать говорю пусть они у нас в базе будет будешь много знать расстройся не верьте этим слухам любимого у меня это суетолог это делали прям про меня мне даже муж одно время сказал быть я тебе куплю футболку и напечатаю на этой полке суетолог потому что у меня прям до суета бесконечно потому что я как ракета мне надо все и сразу быстро так я придумала побежала быстро делать куча задач в день все успеть муж у меня такой очень спокойный расслабленный сушим все и теперь мы берем пластилин смотрите по желанию можно лепить твердым если для вас это более текущий пластилин можно лепить мягким если для вас это слишком твердый а можно смешать их и получится что-то среднее но я рекомендую он они у нас продаются по 5 грамм да вот купить 5 грамм жесткий 5 грамм обычный и пробовать потому что за эти вот бывают цветы прям вот хочется взять твердый бывают цветы блин ну чувствуешь ну надо было мягкие бывает надо вот прям чувствуешь нужна консистенция какая-то средняя поэтому вот какой-то один пластилин я не выбираю я всегда когда жестким работаю когда мягким когда смешиваю их между собой чем ябка правило крашу пластилин рассказываю ну кто смотрит летом мои эфиры очень много всегда лепки показываю можете до прошлого года кстати отмотать тоже там много классных таких эфиров вкусных было надо обязательно девочек моем аккаунте попросить чтобы stories выложили ссылки на эти эфиры вот в прошлом году тоже блин ну очень хорошенькие были эфиры с такими классными цветами по лепке пересмотрите необычно к весне концу весны начинаю лепить и летом леплю зимой обычно это такое но не очень я не само не нравится обычные пигменты наши имя у нас ассортимент неоновых пигментов хорошие есть и идеально подходит для окрашивания пластилина вот и все вот эти пастели красивые лепки что вы видите у меня я все это делаю сама при помощи пастельных при помощи ярких пигментов и тут видите расход настолько пигмента минимальный чтобы сделать красивую пастель прям много не надо но плюс он здесь видите вот хранится у меня этот пластилин палитре просто намешиваете можно намешать любые абсолютно оттенки если знаете правила колировки 190 потом 189 180 177 вообще в принципе любые пигменты подходят даже перламутровые 185 но просто вот наши неоновые пигменты они дают очень красивый чистый оттенок что нам еще когда простой пластилин появится в европе сфотографировала ваше сообщение о стуле к спрошу сегодня у праги так что нам понадобится смотрите обычно беру очищающий прей беру стаканчик от него стаканчик брызгаю жидкость кисточкой я работаю чаще всего тройка к м тройка вот красный соболь это именно красный соболь это не колонок кто кстати любит вот акриловую лепку лепить прям рекомендую потому что очень классный даже для акриловой лепки и начинаем с вами с центра палочка апельсиновая нам в помощь не обязательно зайти пролепливать прям все детали 6 например совсем мелкие какие-то детальки но можно их часть пропустить то что лепка она достаточно такой сильно схематичный вариант цветов сильная стилизация поэтому ведь его здесь было аж и два или три лепестка я их объединила такую одну ракушку такую одну половинку слушаем по несколько секунд и лепим дальше самое главное условие чтобы цветы получались красивые не набирайте слишком много пластилина жидкости много не используйте причем знаете вот я вам сколько эту розу буду показывать да по трафарету я ее каждый раз буду чуть-чуть по-разному лепить давайте 10 чуть-чуть приподнимем не все могут этим мягким пластилином лепить имейте ввиду для многих он слишком мягкий вот и так как я леплю очень быстро но мне я кайф ловлю новички с одной стороны им хорошо этим пластилином работать потому что он мягкий им не надо мучиться разжимать до твердый потому что для твердого например бывает кисть не подходит это нужно тогда палочки апельсиновые силиконовые вот эти штуки силиконовыми штуками лепить а это такая грубая работа мне не нравится вот и кисточки обычно новички портят когда лепят твердым пластилином потому что там себе можно по вам помогать иголкой острым предметом потом долепливать кисточкой поэтому имейте ввиду что в любом случае надо попробовать два пластилина и тогда будет понятно для каких цветов какой вам комфортнее его на тона начинаем вот так вот двигаться так вот я серединку слепила сейчас начну с задних лепестков смотрите чтобы они у меня оказались за на заднем плане чтобы они у меня оказались старайтесь пластилина брать очень мало чтобы буквально только на край помещался этот пластилин а вот здесь вот пластилин выглядел прозрачно вот поэтому мы берем такой темный оттенок фона что получалось естественная тень палочка апельсиновая очень удобно и вот знаете когда лепишь по трафарету роза получается более сложно сочиненная когда мы ее лепим от руки у меня был тоже эфир прошлом летом я возможно повторю есть просто трафаретные такие розочки более еще примитивные стилизован они тоже кстати прикольно смотрятся но вот такие по трафаретам роза они все равно более классные считаю здесь лепесток большой принципе можно позволить пластилинчик а взять побольше сначала пластилин распределяем мягкий пластилин во-первых распределяется быстрее в отличие от твердого но с другой стороны если новичок его возюкает туда обратно очень долго он начинает просто прилипать кисточки сильно и начинает просто уже плыть от этой жидкости с этой жидкостью смешивается и начинает просто расплываться все это монотонно монотонно двигаемся я каждый раз на каждом эфире говорю о том что дизайн очень сильно успокаивает работу мозга ну вообще для женщины очень важно отвлекаться на всевозможные хобби крестиком вышивать там не знаю булочки печь что угодно картины рисовать для нас мастеров маникюра для многих хобби это дизайн ногтей да сейчас лепку найти чтобы клиент посидел и ждал когда мастер слепит лепку это нужно прям собрать таких клиентов сейчас клиенты конечно не хотят сидят очень большое значение имеет время для нас сейчас но просто для себя посидеть красивые планшетки слепить чтобы глаз радовался вот марина ясанова пишет у меня 90 процентов дизайном уходят у нас тоже есть такие мастера в салоне которые обслуживают только с дизайном хотя тоже так интересно бывает например у этого мастера я называю период без дизайна все клиенты ходят с однотонкой это если мастеру например не кайф то поверьте она убедит клиентов сделать все без дизайна ну то бывает такое знаете своего рода такой отдых детокса дизайнов когда хочется делать очень быструю услугу быстро сделал и отпустил клиента вот но на самом деле все зависит от мастера да если мастера кайфует от дизайна сам ходит с дизайном понимаете сам ходит с дизайном то все равно большой процент в этом случае у него будет обслуживаться с дизайном я не говорю что все обслуживаться с дизайном видео о Сушим, сушим, сушим. Видите, можно не за один присест лепить лепесток, а можно, например, в два захода. Половинку слепили, а потом просто долепили. Очень классный есть онлайн-курс, базовый курс лепки. Вот поэтому, кто любит такое, побаловать себя каким-то разнообразием, там нет сложных цветов, там все такое достаточно базовое. Есть 3D розы, кто хочет что-нибудь сложнее. Видите, если розочка маленькая, то и пластилина совсем мало расходуется. И стемпинговый здесь нам помог ограничить себя по размеру. Потому что, когда вот нет контура заданного, то, как правило, и получаются такие, знаете, очень крупные цветы, как лепехи. Потому что, кажется, вроде мелко начал лепить, а в итоге все закончилось гигантскими лепестками и гигантским количеством лепестков. И роза в итоге там, например, очень большая получилась. Чтобы такого не получалось, можно либо нарисовать самостоятельно контур, либо вот стемпинг вам в помощь. Так, еще раз показываю пластину. Пластина, где она у нас? Как хорошо, что мы сделали эту пластину. Она в себе заключает прям несколько самых популярных трафаретов. От цветочных, заканчивая орнаментами. Здесь вы и жестовскую роспись, и китайскую сможете делать. Вот здесь вы и для акварели, и для лепки в том числе найдете контуры. Видите, даже лепку можно делать при помощи трафарета. И для акварели, и для акварели, и для акварели. Видите, вот он мягенький, очень пластичный. Но тут вот нужно эту мягкость не передавливать кисточкой. Прямо чувствовать эту толщину пластилина под кисточкой. Чувствовать этот пластилин нужно. Но опять же, это все с опытом приходит. Согласны, нужно просто много повторять. Сейчас я в конце еще раз покажу, какими инструментами я работаю в основном для лепки. Можно, кстати, было подмалевок сделать еще темнее. Вот я побоялась. А по-хорошему, если бы подмалевок был еще темнее, у нас еще бы контрастнее, читалась бы тень у лепестков. Вот, ну, тоже, в принципе, нежно получилось. Сушим. Кстати, знаете, что можно сделать? Сейчас можно взять белый пластилин в чистом виде и в конце прям пройтись, добавить маленькие блики в центре, чтобы были лепестки чуть светлее, чем, например, снаружи. Или наоборот можно было бы сделать. Вот, но сейчас наоборот не получится, сложно сейчас будет. И я вот прям беру маленькие кусочки. Ну, кто-то скажет, что можно было бы раскрасить. Знаете, когда пластилин красить начинаешь или акрил, это видно. Вот мы сейчас пройдем прям чуть-чуть беленького, добавим местами. В конце пластилин нужно будет обезжирить, хотя я иногда очень часто забываю обезжиривать. Видите, тут такие маленькие микроскопические горошинки я белого добавляю. Они настолько малепусичные, но, возможно, не у всех это получится делать, что будет не сильно аккуратно, но прям просится. И листики, кстати. Листики тоже здесь можно делать не зеленым, чтобы не получалось, как баба на чайнике дизайн, чтобы он получился более монохромный, спокойный. Листики сделать не зеленые, а мы сделаем их белые. Листики не зеленые. Сушим. конечно я делала клиенту я вот это не налепливала тут такой оттенок такой оттенок я бы уже сказала что все готово вот но мы сделаем красивый тип чтобы получилась красивая фотография правильно все теперь листики листики этом примерную форму задала уже тень да мы в это место сейчас пройдемся и вот этим беленьким пластилином чистым сделаем очень простые схематичные листики и так основанием кисточки расплющиваете аккуратненько если например я чувствую что у меня не получается кисточкой разрезать я намочила палочку сделала резьбу и уже остальное долепила сушим какостиная если например ​ да вот един ответ 9 д Тишина, потому что я леплю. Видите, там вот эта дополнительная тень, она дает все равно свою определенную красоту для объема. Почему? Сейчас я покажу, какой кисточкой я леплю. Сейчас вот кто-то написал, что Катя раньше другой кисточкой лепила. У меня периодически. Сейчас я покажу вторую кисть. Ой, что-то она у меня такая не совсем чистенькая, сейчас ее надо помыть. Сейчас. Вот она. Мыть, кстати, кисти можно только антисептиком, имейте в виду. Возьмете обезжириватель. Или жидкость для снятия, он вам всю краску сдерет. Вот она, эта кисточка. Эта кисточка я тоже очень часто люблю. Если цветочки очень маленькие, то я беру эту кисть. Но она из синтетики. Но, к сожалению, синтетика, она долго не служит для лепки. Она со временем убивается. Вот если красный соболь КМ-тройка, он вечный, этой кисточке может быть пять лет. Вот у меня есть кисточка из красного соболя. А я ее забыла. Вот ей лет пять. Вот она просто вечная, ей вообще ничего нет. Вот, поэтому можно брать и синтетическую. Так, чувствую, много положила пластилина. Ой, правда, как красиво получилось, нежненько. Если бы я слепила без подмалевка, да, не протонировала, роза бы потерялась на светлом фоне. Вы же это понимаете, да? Видите, чем хороший мягкий пластилин? На твердом пластилине вот так не сделаешь. Все, сушим. Две минуты. Закрываем палитру. Обезжириваем. И все. Снимаем евроклинсером. Знаете, вот как таковой дисперсии здесь нет. Но после обезжиривателя видно, что все равно она какая-то легенькая, видимо, дисперсия есть. И пластилин становится таким, видите, полуглянцевым, полуматовым. Вот, поэтому я очень люблю поэтому лепить на матовой поверхности. Оно тогда очень красивое сочетание получается. Все. Всем большое спасибо за внимание. Эфир сейчас выложу. Поэтому, кто пропустил начало, посмотрите с самого начала. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok